Арбитражный суд Красноярска принял заявление о признании завода Красцветмет банкротом. Причем завод с доходом более 16 миллиардов рублей пытается обанкротить компания, которая сама разорилась. Кем сделан столь отчаянный шаг и зачем, выяснял Вадим Куликов. В год на заводе цветных металлов отливают более 100 тонн золота, производят 40% мирового палладия, 15% платины. И месяц назад заговорили о возможном банкротстве предприятиям. Как только на сайте арбитражного суда появился вот этот заголовок с вопросительным знаком. Суд принял к рассмотрению заявление о признании Красцветмет банкротом от новосибирской компании Обинжиниринг, которая никаких дел с заводом не имеет и более того, сама банкрот. Оказывается, что эта компания лишь звено в цепочке подобных, с помощью которых бывшие партнеры пытаются вернуть себе почти 70 миллионов рублей. Сама же история началась еще в седьмом году, когда завод продал акции своего сельхозпредприятия неким бизнесменам. Все его благополучно обанкротили и решили дать сделке обратный ход, то есть вернуть Красцветмету уже пустые акции, а себе деньги. Но суды несколько раз уже отказывали по их искам. В Красцветмете считают данную схему мошеннической, более того, рэкетом. Руководство завода обратилось в главное следственное управление с заявлением возбудить уголовное дело в отношении бывших партнеров. Данное дело уже находится в некой финальной стадии и мы надеемся с предприятием, что скоро виновникам будут предъявлены конкретные требования со стороны правоохранительных органов, будут возбуждены уголовные дела. Сейчас экс-партнеры знакомятся с материалами дела. К слову, некоторые из них были судимы и даже не раз. И если вина их будет доказана, то в деле о банкротстве можно будет ставить точку. Конечно, о никаком банкротстве речи быть не может. Но поскольку процедура запущена, любой, кто имеет желание, имеет право написать заявление того содержания, которое считает нужным, направить его в соответствующие инстанции, в том числе судебные, и его будут рассматривать. Как бы то ни было, арбитражный суд 2 августа рассмотрит заявление о банкротстве Красцветмета, доход которого, кстати, в прошлом году составил более 16 миллиардов рублей. И 100% акций принадлежит государству. Вадим Куликов, Григорий Зимин, Вячеслав Шапошников, Вести Красноярск.